Всем привет! Сегодня в интернете я увидела вот такое замечательное чудо и решила его сделать и вам показать. Я сделала брошку, она сделана из подручных средств, то есть никаких у меня специальных паяльников для канзаши техники, в общем ничего у меня этого нет, клея тоже к сожалению нет, поэтому я все пришивала вручную, все аккуратненько, затем приклеила вот здесь вот серединку и я приклеила еще вот эту безопасную булавочку для брошек. В общем состоит этот цветочек всего лишь из ленточек, ничего тут больше нет, здесь фетровая подложка, в общем в принципе такой цветочек можно сделать не только брошечку, а к примеру пришить резиночку и получится вот такая замечательная резиночка на волосы, как вы видите размерами она где-то занимает у меня пол ладошки, то есть у меня 16 сантиметров ручка, где-то 8 с половиной сантиметров занимает брошка. Довольно таки она объемная, но такая в общем плоскенькая, не сильно она пышная, а такая в общем очень-очень оригинальная, можно ее также приклеить к заколке, в общем как ваша фантазия вам подскажет, так и делайте. Я вам сегодня покажу как сделать вот такой цветочек, просто в домашних условиях, а вы затем решите, будь это будет резиночка, будь это будет брошечка на какой-либо костюмчик, и каким цветом, также решайте сами. Для изготовления цветочка я использовала самые простые подручные средства, которые имеются в каждом доме. Также купила 3,5 метра атласной ленточки по сантиметра толщине розового цвета, вы можете взять любого цвета, которого хотите, чтобы был ваш цветочек. Также понадобятся ниточки под цвет ленточки и иголочка. Если хотите, можете не пришивать, а просто взять клей для техники канзаши, но честно говоря, у меня его нет, поэтому я использовала именно ниточки. Также вам понадобится кружочек в диаметре 4 сантиметра. Я взяла максимально приближенный к розовому, который у меня был. У меня также есть белый, в принципе, можно было взять и белый. Вы, в общем, какой у вас есть цвет, какой более подходящий, берите. 4 сантиметра в диаметре, еще раз повторюсь. Также понадобятся ножнички для обрезания, любая свечка для опаливания кончиков ленточки нашей, зажигалка либо спички, чтобы зажечь свечечку. И сантиметр. Сантиметр можете заменить обычной линейкой канцелярской. Также вам понадобится серединка сердцевинка. Я взяла в качестве сердцевинки, потом я ее приклею. У меня здесь бусинка со стразиками вокруг. Либо можете взять просто несколько блестящих бусинок, либо страз, пайеточек, в общем, что-то, чтобы оформить красиво вашу сердцевинку цветочком. Также нам понадобится ваше хорошее настроение. Мы начинаем. Теперь берем, разлаживаем наш сантиметр, либо линеечку. Не берем ленточку. Отмеряем. Нам нужно, смотрите, по 8 сантиметров отмерить 20 кусочков ленточки, по 7 сантиметров 15 кусочков ленточки, и по 5 сантиметров 10 кусочков. Нарезайте такими вот нашими небольшими кусочками, и мы с вами приступим к обжиганию. Вот я порезала 20 кусочков по 8 сантиметров, 15 кусочков ленточек по 7 сантиметров, и 10 по 5 сантиметров. Теперь отлаживаем, чтобы нам не мешали остальные кусочки, и мы не запутались. Сначала берем, отпаливаем большие кусочки ленточки. Зажигаете свечку и приступаете. Сначала берете ленточку, слаживаете пополам. Немножечко придавите кончик, а затем выверните красивой атласной стороной, вот так вот, как лепесточек сложите, и краешек, вот так вот, опалите и присоедините. Берем другой, следующий, тоже слаживаем сначала пополам, прижимаем немножечко, а затем выкладываем красивой атласной гладкой стороной наружу, вот так вот, и слаживаем. Лепесточек второй поджигаем, и так немножечко присоединяем пальчиками. Так нам нужно сделать все 20 кусочков длинной ленточки, 15 кусочков средней полосочек, и 10 маленьких. Обжигаем все абсолютно ленточки, вот таким вот образом. Делаем, формируем лепесточки. Вот я дообрабатывала все ленточки. Как вы видите, у меня такое получилось цветение уже из лепесточков. Теперь вдеваете ниточку в иголочку, узелочек, и берете кружочек ветра вытащить. Смотрите, отмеряете так визуально, как бы для себя. Отмерьте пару миллиметров, можете где-то там полтора, ну то есть буквально на немножечко. И вот такую грань, хотите, можете нарисовать себе там ручкой, или чем-то, чтобы вам видно было. Ну вот такую грань. На этой грани мы и будем пришивать наши ленточки. Вот так вот. Если же у вас клей просто самое элементарное, легко берете, намазываете краешек лепестка и прикрепляете по кругу, плотненько-плотненько к другу прилежащие. То есть вот так вот. Вот так рядышком, рядышком, и пошли рядышком, рядышком, и так по кругу. Если же вы пришиваете, как я, то прячете наш узелочек вот здесь вот под лепесток, просто с внутренней стороны, то есть не где фетровая часть, а вот просто внутри лепестка. И начинаете такими небольшими стежочками пришивать. Просто можете пару стежочков, хотите один стежочек, ну то есть пришиваете по кругу. Я буду, например, вот так вот прикладывать и пришивать. Вот так вот перехожу к следующему. Следующими. И так продолжаю. У меня стежки на внешней стороне. У меня эти стежки закроет следующий ряд лепесточков. Видите? А с внешней стороны у меня получается всего лишь вот такие вот небольшие стежочки. Хотите, можете взять ниточку потемнее. То есть я просто, для меня важна не внутренняя сторона, а внешняя сторона. А внутренняя сторону мы можем потом спрятать под еще один кусочек фетра. И так пришиваете по кругу все крупные лепесточки. Вот так плотно-плотно прилаживаете их к следующему и так далее к следующему на где-то миллиметрик, даже, наверное, полтора-два. Не миллиметрик, будет мало миллиметрик. Полтора-два от края. Пришиваете так все крупные лепесточки по кругу. Мы сделали с вами первый ряд и сейчас присоединяете ниточку с иголочкой другую или продолжаете, как вам удобно. У меня закончилась ниточка на первом ряду. В общем, присоединяете, как бы делаете немножечко ниже. То есть вот я первый лепесточек присоединила, второй добавляете буквально вот под прошивкой. То есть вот здесь вот где-то подшиваете следующей прошивкой наши лепестки, которые по 7 сантиметров. То есть вот продолжаете вот так вот пришивать легкими стежочками. С внутренней стороны получается довольно-таки аккуратно. Если вас будет смущать, что получается с внутренней стороны, можете еще наклеить сверху фетровый кружочек. Если же вас так устраивает, подходит все, ну так и оставляете. Я сейчас покажу, как оно выглядит с дна, как бы, на дно. Вот, получается довольно-таки все аккуратненько, небольшие стежки. Еще раз повторюсь, можно было взять потемнее, потемнее, ну то есть, если у вас, допустим, тоже темнее. Если уже у вас все в цвет, вообще замечательно. И так, в общем, продолжаете те, которые поменьше лепесточки, подшивать пониже, под рядом. Вот мы сделали уже второй ряд и остался третий завершающий ряд. Его мы пришиваем еще ниже. И вот, когда мы сошьем этот ряд, получится замечательный цветочек. Итак, вводим ниточку в иголочку или продолжаем, как если у вас есть, как продолжать. просто спускаемся на ряд ниже. И уже теперь обращаем внимание на то, чтобы не захватывались предыдущего ряда, не зашивались лепесточки. Когда будете пришивать, смотрите, следите, чтобы у вас ниточка шла только по ряду, а не по предыдущему с лепесточками пришивалась. В общем, обращайте внимание на это. И завершаем ряд мелкими лепесточками. Итак, мы закончили третий ряд прошивать. Теперь смотрите, если же у вас взятая серединка соответствует, вот здесь вот закрывает ваши швы, вот так, если вы как бы прикладете, если пришьете или приклеите, в общем, не будет видно швов, то я вам предлагаю так и оставить. В принципе, довольно-таки красивый цветок получается, наподобие георгийный, что-то такого типа. Если же у вас, как у меня, немножечко выглядывают краешки за пределы вашей бусинки, серединки, то я предлагаю сделать вам такую штучку. Деньте ниточку в иголочку, и у вас остался небольшой кусочек ниточки, сантиметров 14-16, смотря у кого, сколько осталось. И возьмите атласной стороной к себе, блестящей, вот этой, которая не матовая, атласная. И вот так подворачивая краешек, немножечко, ну вот, вденьте, в принципе, вот здесь в уголок, в самый низ, в ниточку, в ленточку, ниточку. И вот так, присобирая немножечко, прошейте, в общем, можете вперед иголкой просто, можете прошить, как вам, в принципе, удобно. я буду прошивать вот такими вот небольшими стежками, такими закрученными, как бы, делая рюшики. Хотите, можете просто вот так вот наметочными в самом-самом низу, буквально тут полмиллиметра от края, вот так вот нанизать. А потом просто так вот расправите и положите в серединку. Вот. Если же вы хотите более так, чтобы потом не мучиться с расправлениями, то сразу как бы такими наметочными или вперед иголкой, швом, шажками такими небольшими сразу уже загинайте. Ну, то есть, чтобы вы потом просто положили. Я буду сейчас загинать сразу такими вот, так сказать, небольшими шагами зашивать уже закрученную часть. Ну, то есть, так вот, как бы немножечко присобранную вот такими поэтапными шагами. И вот такая у меня в итоге рюшечка получится. И вот я закончила делать свой такой небольшой, можно так сказать, цветочек. После этого я вложу его в серединку, затем приклею, сначала пришью цветочек, затем приклею серединочку. У меня получился вот такой замечательный цветочек. Я надеюсь, что у вас все получилось. Вам понравился мой видеоурок? Если да, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok